К другим новостям. Доступ в соцсети, оформление больничного, увеличение минимального размера оплаты труда. С 2018 года в России начали действовать новые законы в этих и других сферах. В Афлигелёчке небольшая семья живёт, под навесом студентики спят, а вот в летнюю кухню я молодожёнов пустила. Уж больно просились. Всё понятно. Целый день никого нет. С утра до вечера на пляже. А вот тут у меня йог остановился. Йог? Ну да. Этот чудак днём спит, а ночью купается. Одно из нововведений 2018 года – курортный сбор. Взымать его начнут в Крыму, Краснодарском и Севастопольском краях, а также на Алтае. Налог должны будут платить все, кто приедет на отдых в эти места. Размер сбора – до 100 рублей в сутки в зависимости от сезона и региона. 500 рублей – и таков был штраф за слишком тёмные окна автомобиля в 2016 и 2017 годах. С 2018 платить нарушителям придётся в три раза больше. А если водителя поймают на этом нарушении 12 раз, то он рискует и вовсе лишиться прав. Список нарушений, за которые можно превратиться из автолюбителя в пешехода, вообще значительно расширился. К примеру, права могут отобрать после второго проезда на красный свет. Уши, лап и хвост! Вот мои документы! В наступившем году код Матроскин и вообще те, у кого ещё нет паспорта, а это лица моложе 14 лет, вероятно, не смогут зарегистрироваться в социальных сетях. Для этого нужно будет вводить данные из документа. Разработчики данного законопроекта предполагают, что он вступит в силу также в 2018. Владельцам соцсетей, которые пренебрегут данными требованиями, грозит штраф до 300 тысяч рублей. А вот нововведение о запрете анонимно пользоваться так называемыми мессенджерами уже вступило в силу с 1 января. 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличился с 7800 рублей до 9489 рублей. Теперь он составляет 85% от прожиточного минимума. А через год, к январю 2019 года, эти величины должны сравняться. Бумажный или электронный с этого года больничный лист можно будет оформить в любом удобном варианте. У электронного специалисты отмечают ряд преимуществ. К примеру, его можно будет продлить, не посещая больницу. Вступил в силу и закон о так называемой телемедицине. Врачи смогут дистанционно собирать консилиум и консультировать пациентов. Правда, только в том случае, если диагноз пациенту поставили очно. И о приятном. С 1 января при рождении первого ребенка семьи, чей доход не будет превышать полторы величины прожиточного минимума на человека, будут получать ежемесячные выплаты. Средний размер по стране – 10,5 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова